Всем привет! И у меня наконец-то дошли руки заснять ролик по замечательнейшему самолету БФ-109К4, ну или просто Курфюрст. Кстати, перед тем как начнем, огромное спасибо Андрею ЦМФ за то, что помог собрать просто огромное количество информации и помог заснять некоторые очень важные моменты. Ладно, как же сегодня будет построен наш ролик? Изначально немножко про самолет, то из чего он состоит, ну точнее чем он все-таки напичкан, чем отличается от его главных конкурентов и про его особенности относительно предыдущих модификаций. А далее поговорим про DCS, то как он себя чувствует здесь, какие плюсы, минусы и все как обычно. Давайте приступим. Итак, в DCS представлен поздний вариант К4 с мотором Daimler-Benz 605B. Давайте на нем остановимся чуточку подробнее. Это 12-цилиндровый перевернутый V-образный мотор жидкостного охлаждения, объемом 35,7 литров, с системой непосредственного впрыска топлива. Именно за счет этой системы он мог конкурировать с моторами союзников, даже применяя топливо с меньшим октановым числом, а также имел высокую экономичность. Особенностью этого мотора, как и всей линейки моторов Daimler-Benz 605 и 601, является нагнетатель. В отличие от двух скоростных нагнетателей на большинстве советских истребителей и самолетов-союзников, на мессере мотор не имел скоростей. Специальный гидравлический привод плавно менял передаточное число на крыльчатку нагнетателя, обеспечивая тем самым оптимальную его работу до самого предела высотности. Таким образом, 109 не имел провалов мощности ни на каких высотах вплоть до 7 км, в то время как у P51D, ну или Мустанга, с 3,5 км начинались просадки до самого включения второй скорости нагнетателя. Иными словами, на определенных высотах мессер становился быстрее скоростного мустанга только лишь за счет уникальной конструкции нагнетателя. Кстати, винт у мессера с изменяемым шагом, в отличие от того же винта у мустанга, а управлялся он специальным автоматом, регулирующим шаг с помощью электроприводов, подстраивая обороты двигателя самым оптимальным образом. Еще есть мнение о том, что асы все-таки использовали ручной шаг, дабы улучшить характеристики, но это далеко от правды, так как профита в этом не было. Автомат работал точно и вырубали его лишь для того, чтобы а. затормозить винтом, б. не дать винту затяжелиться и в. еще из-за давней привычки с ранних мессеров. Еще один очень интересный нюанс конструкции 109-го, связанный с двигателем. Замена происходила, просто вдумайтесь, за 15-30 минут. В то время как у Мустанга или Спитфайра на это уходило по некоторым данным минимум 20 часов. А еще уникальной особенностью Курфюрста является одно лонжеронное крыло, которое облегчало его конструкцию. Хотя некоторые считают, что у такого крыла жесткость недостаточна, и оно скручивается на высоких скоростях, особенно при отклонении элеронов. А еще облегчал конструкцию узкий фюзеляж, из-за которого Мессера и прозвали худым. Все это в совокупности с мощным двигателем делало его одним из лучших самолетов по скороподъемности и разгонным характеристикам. К-4 имел просто огромное множество вариантов исполнения рулей, но самое интересное то, что на нашем DCS триммеров нет. Вместо них используется в канале тангажа переставной стабилизатор. Он имеет преимущество перед обычным триммером в плане сопротивления. А на обоих рулях высоты имеются фуэтнеры. Что это такое и для чего они нужны, вы сейчас видите у себя на экране. Такие же фуэтнеры стоят по одному на каждом элероне и два на руле направления. Все на том же руле направления, помимо фуэтнеров, применен сервокомпенсатор. Он отклоняется в обратную сторону и снимает чрезмерную нагрузку на педали. А кстати, предкрылки на 109 на самом деле не увеличивают крылу подъемную силу, а лишь обдувают элероны на высоких углах атаки и отодвигают момент срыва. Если так разобраться, то Курфюрст это просто аэродинамически облагороженный Густав. И вот что было сделано с мейсером для увеличения максимальных скоростей на целых 45 км в час у земли. По сравнению с тем же 10-ым Густавом. Ладно, давайте поговорим немного про его управляемость и то, как он в принципе себя чувствует против Спитфайра и Мустанга. Вот самое интересное, что в сравнении с Мустангом, именно Мустангом непокорным и своенравным будет казаться вам 109-й, особенно поначалу. Но как только вы к нему привыкнете, до вас дойдет, что он крайне устойчивый на высоких углах атаки и почти не сваливается в штопор. А что касается петель до виражей, то он здесь намного лучше Мустанга и уделывать его на раз-два. В некоторых случаях может даже покрутиться со Спитфайром. Хотя здесь лучше уделывать его за счет вашей скороподъемности и скорости. В чем, к счастью, Курфюрсту равных нет. А вот из недостатков, в чем реально можно упрекнуть К4, это плохая, все-таки плохая управляемость, недостаточная в некоторых моментах эффективность рулей и слабая электрификация. Во всем остальном самолет превосходный. Теперь давайте поговорим про плюсы и минусы реализации его в рамках DCS. И вот самый главный и огромнейший минус это вооружение. Вызывать будет просто массу отрицательных эмоций. И нет, самим вооружением все превосходно. Два 13-мм пулемета и одна 30-мм пушка МК-108. Правда в жизни одного или двух фугасных снарядов хватало, чтобы если не уничтожить самолет, то вывести его из строя полностью. А в DCS, к сожалению, происходит следующее. Согласны? Узнали? И, к сожалению, это не проблема только этого самолета. Это проблема DCS в целом. Уже очень давно перерабатывают дамаг в модель, которой в принципе нет. Следующий минус это, так скажем, его подвесы. Модуль вышел уже достаточно давно, а ганподов, а также наров мы все еще не увидели к самолету. То есть в справочнике написано, что он мог нести два ганпода с двадцатками МГ-151. Также две ракеты. Но, блин, на деле мы можем вешать только одну бомбу, 250 или 500 килограмм. Все. На этом все. К сожалению, ничего еще нам не добавили. Я надеюсь, что тоже скоро добавят, потому что времени прошло прилично. И третий минус это его анимации. Я не совсем понимаю, почему так происходит, но вот взгляните на анимацию закрытия фонаря, а также как опускается прицел. Вызывает на самом деле какой-то диссонанс. Хотя я, может быть, и придираюсь, но анимации реально заторможены. Хотя текстура самолета достаточно неплохая. А вот к плюсам я бы отнес, во-первых, Pfeem или профессиональную флайт-модель. И люди, летавшие в реальной жизни на поршневых самолетах, все как один говорят, что ведет он себя очень естественно. Да, реальных пилотов 109-х, к сожалению, опросить не удалось. Но будем верить тем, кто хоть на каких-то летал. Хотя, я думаю, можно и эту инфу найти в интернете да почитать. А во-вторых, очень точная и достоверная проработка всех его внутренних систем. Начиная от автоматики, заканчивая даже топливной системой и симуляцией длины топливных линий. Если вы, допустим, отрубите электронасосы с полупустым баком на низких оборотах, где-то 800-1000, то двигатель заглохнет у вас не сразу. А только тогда, когда в этих топливных линиях кончится топливо. А если вы долго будете стоять на холостых, то ваш двигатель, как и любой другой поршневый, потеряет мощность. И это лишь малая часть из того, что здесь присутствует. А насчет цены меня всегда просят называть ее в комментариях. Это 3000 с лишним, без скидки. И со скидкой 50% он сейчас стоит 1500. Стоит ли оно того? Ну, смотрите, если вы упарываетесь по самолетам Второй Мировой и поршневым самолетам в целом, и готовы уделить ему много времени, а также в основном летать где-то в онлайне, то да, стоит. Потому что для сингла контента хватать вам не будет. Для этого, как минимум, вам понадобится хотя бы техника Второй Мировой, что приобретается, к сожалению, отдельно. Ну, или карта Нормандия. Так как сбивать мустанги и спидфайры на Кавказе вас просто рано или поздно задолбает. Ну, а брать его чисто для коллекции такое себе. То есть самолет для тех, кто реально знает, зачем он ему нужен, и кто готов уделить ему много времени, дабы полностью его освоить. Хоть системы здесь простые, но в плане управления все равно требует внимания. Ну, а на этом у меня все. Если вам интересна тема поршневых самолетов, и зашел подобный формат видео с более-менее подробным разбором начинки самолета, то поддержите обзор на Дору-9 или Спидфайр в комментариях, а также поставьте палец вверх и подпишитесь, если еще не подписались. Ну, а теперь спасибо за просмотр и удачных вам вылетов. Подписывайся на Гаджента.